Хорошо ли жители Луганщины знают правила написания украинского языка? Сегодня каждый желающий украинец мог проверить свои знания, написав диктант национального единства. Впервые в этом задании поучаствовали и областные чиновники. Уникальный текст в прямом эфире украинского радио дважды для них читал Александр Авраменко, который является автором нескольких учебников и пособий по украинскому языку. В селе студенты и госслужащие осилили диктант, узнавала Анастасия Волкова. Сегодня в Украине отмечают День украинского языка и письменности. Во всех городах Украины пишут радиодиктант. Чтобы принять в нем участие, нужно немногое. Это желание, лист и ручка. Как прошел диктант и кто принял в нем участие, мы узнавали в Северодонецке. Радиодиктант пишут в нескольких кабинетах Восточно-Украинского национального университета имени Владимира Даля. Эта акция ежегодная и привлекает все больше участников. В этом году президент страны закликал всех участие в написании этого диктанта национальной единства. Особенно президент наголосил, чтобы в написании этого диктанта взяли участие представители областных и районных администраций. Оскільки державные службовцы, украинские державные службовцы Украины, мают вольно владеть державной мовой. На просьбу президента Украины откликнулись госслужащие из Луканской облагосадминистрации. А вот циферодонецкие чиновники акцию решили проигнорировать. Конечно, мы не могли не приединиться до написания диктанта единства, национального диктанта единства. И тем самым долучиться до такого всеукраинского флешмоба, чтобы еще раз проверить свои знания на знания украинской мовы. Долучиться до всей украинской общины и сгуртовать вокруг себя своих однодумцев. В аудитории много студентов. Для них написание диктанта – это в первую очередь проявление гражданской позиции. А уже потом – проверка собственных знаний. Хвалились очень на самом деле. Раньше такого никогда не делала, но я надеюсь, что все будет хорошо. Диктант прозвучал в прямом эфире украинского радио. Ровно в 11.30 под диктовку ведущего все взялись за ручки. Сегодня мы по-особому понимаем Шевченкову на становку «Любить Украину во время лютя». На написание диктанта ушло менее получаса. Объем текста – до 200 слов. Все знаки применения я расставила. Все хорошо. Эмоции переполняют. Я думаю, я написала все отлично. Все-таки это моя ридная мова. Результаты диктанта объявят 10 ноября. По словам преподавателей, которые будут проверять текст, итоги труда они разместят или на сайте университета, или на доске объявлений в ВУЗе. Анастасия Волкова, Николай Резниченко, Фудии.